МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет перекрыто 8 ноября с 4 до 16 часов по местному времени в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации. Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв в результате террористического акта. По версии следствия, в результате диверсии украинских и английских спецслужб. В итоге ЧП рухнуло два пролета автомобильного полотна. Движение поездов и легковых автомобилей по уцелевшей полосе было восстановлено в тот же день. Однако грузовой транспорт по-прежнему вынужден пользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы, паромом или с перегрузкой товаров на железнодорожные составы. По информации вице-премьера страны Марата Хуснулина, запустить движение по разрушенной части моста власти планируют 20 декабря, а сопутствующая инфраструктура моста будет приведена в порядок до 1 июля 2023 года. Севастопольский художественный музей имени Михаила Павловича Крошицкого отметил 95-летие. В программу торжественного мероприятия вошли открытия выставки, знакомство с современными художниками, награждение сотрудников музея и праздничный концерт. Юбилей отметили на базе Севастопольского центра культуры и искусств. Почти 100-летняя история Севастопольского художественного музея начинается с 1924 года. Тогда на Третьей Крымской конференции музейных работников приняли решение об открытии художественного музея в нашем городе. Год спустя для новой картины галереи из Государственного музейного фонда в Москве были переданы 92 работы. Однако выставить их удалось только в 1927 году. Дату дня рождения Севастопольского художественного музея принято отчитывать от первого упоминания о нем в местной прессе. Ровно 95 лет назад газета, которая ныне называется «Слава Севастополя», а раньше называлась «Маяк коммунный», опубликовала следующую информацию, что сегодня, 6 ноября, открывается холодильник в честь десятилетия Октябрьской эволюции и «Севастопольская картинная галерея». И с тех пор мы ведем ту самую замечательную работу. Не только мы, вернее, музей живет. Первым директором учреждения стал Анатолий Коренев, художник, реставратор и бывший директор Ялдинского художественного музея. Им же в 1931 году составлен первый каталог-путеводитель, благодаря которому известно, что до войны коллекция галереи насчитывала почти 450 картин и 44 скульптуры. Верным помощником Коренева и первым научным сотрудником музея был Михаил Павлович Крошицкий. Когда говорят о патриотическом, то наш музей, казалось бы, художественный, рядом с музеем героической обороны и освобождения Севастополя. Но судьба спасения нашей коллекции, ведь если бы не один человек, Михаил Павлович Крошицкий, который из осажденного в 1941 году более 1300 музейных произведений вывез, то тогда бы, наверное, у нас с вами не было бы повода отмечать этот юбилей. Только в 1956 году картины вернулись обратно в Севастополь. А с 1991 музей стал носить имя Михаила Павловича Крошицкого. Сегодня коллекция художественного музея считается одной из богатейших в Крыму. Это живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства. Всего более 11 тысяч экспонатов. Я вам могу сказать, что только коллекция живописи у нас от 16 до 21 века. Это произведения западноевропейского искусства, русского, советского. Ну, мы оцениваем порядка полутора тысяч работ. Это уникальный, это шедевр. Поэтому в новом здании, в котором будет увеличено количество экспозиционных залов для постоянных и временных экспозиций, мы сможем севастопольцам и гостям демонстрировать самые лучшие произведения из нашей коллекции. Сейчас в музее 33 сотрудника. На торжественной церемонии их отметили грамотами и благодарностями. Вам, вашим сотрудникам, низкий поклон за очень значимую и важную работу. И говорили о том, что музей наш – это центр культуры Севастополя, важен он для Крыма, а я бы сказала, в целом, для Российской Федерации. В честь юбилея музея в Севастопольском центре культуры и искусств было открыто несколько экспозиций. Одна из них посвящена творчеству современных местных художников. Так Николай Доченко представляет всего одну картину, сюжет которой куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, во-первых, я вдохновлен давно этим мотивом. Тогда у меня он казался просто красивый мотив. А в этот раз я почувствовал некий драматизм, потому что я писал долго, и самолеты летают, и тревога, и этот балкон с красными листьями, и там старушка вышла со мной. Ну, в общем, там скрыта такая и тревога, драматизм, и в то же время светлый Севастополь. Потому что только в Севастополе такая архитектура больше, нигде такой архитектуры нет. Слова поздравлений и пожеланий сегодняшним сотрудникам и посетителям музея сказали и представители властей Севастополя. Это праздник каждого севастопольца. Потому что и тогда, в далекие 20-е годы, я бы сказала, что еще до 1927 года, в ноябре 20-го года, вот только врангельские войска покинули город, уже создался сначала кружок художников Севастополя, потом, через несколько лет, ассоциация художников Севастополя. Уже были выставки художников Севастополя. Ну, а потом, конечно, наш музей пополнился совершенно замечательными произведениями искусства, западноевропейского, русского искусства. Можно просто сказать, что в Севастополе это единственный музей, который городской. И этим многое сказано. За эти почти 100 лет своей истории музей пережил немало потрясений, выдержал немало испытаний. Я думаю, из этого испытания мы выйдем с честью. И думаю, что в скором времени здание музея будет отремонтировано, отреставрировано, и музей вернется в свою историческую штаб-квартиру. Несмотря на то, что свое 95-летие Севастопольский художественный музей имени Михаила Крашицкого встретил не в своем историческом здании, остается надежда, что совсем скоро строительные работы на проспекте Нахимова завершатся. Масштабная реставрация музея началась еще в августе 2018-го. Закончить ее планируют к концу этого юбилейного года. Мария Олегина, Анатолий Паньков, Севинфорумбюро. Первые после осенних каникул урок разговоры о важном в школах Севастополя посвятили минувшему празднику Дню Народного Единства. Почему сплоченность народа, залог успеха как в деле защиты Отечества, так и в мирной жизни, ребятам объяснили на исторических и современных примерах. Сквозная тема ноября, она посвящена единению, нашим традиционным ценностям, это ценностям семьи, духовности. Нам сегодня, как никогда, важно, чтобы и дети, и родители чувствовали себя консолидированным обществом, что мы граждане своей страны, мы любим свою родину, мы гордимся, и мы обязательно будем поддерживать наших военнослужащих, которые сегодня защищают наше Отечество, как когда-то в 1612 году Минины Пожарские собрали народное ополчение, и вот это единение народа позволило нашу землю освободить от захватчиков. И исторические параллели, они абсолютно очевидны. На занятиях выступили и представители Русской Православной Церкви, напомнив школьникам о роли духовных ценностей. Мы сегодня вспоминали с детьми отрывок из поэмы Шато Роставели «Витязь в тигровой шкуре» о том, что каждому человеку дается то или иное поприще. То есть то поприще, на которое они сейчас поставлены, учеба, учение, получение знаний за школьные парты, это и есть то самое главное назначение, осуществляя которое с рвением, со старанием, они служат Отечеству. Как сообщила глава городского департамента образования Лариса Сулима, сотрудничество с севастопольским благочением в рамках проекта «Разговоры о важном» продолжится и дальше. А на один из уроков в декабре планируют пригласить военнослужащих, участников СВО и членов ветеранских организаций. Учащиеся Малой Академии Наук успешно выступили на международном фестивале «Робофинист» в Санкт-Петербурге. Севастопольские школьники завоевали третье место в дисциплине «Робосумо» и специальный приз в номинации «Свободная творческая категория». Как в нашем городе дети изучают основы одной из самых перспективных профессий будущего, смотрите далее. Для создания роботов ребята используют различные готовые наборы, в том числе и конструкторы «Лего». Более простыми моделями можно управлять даже с телефона. Но для участия в соревнованиях по робототехнике не обойтись без умения программировать, ведь после запуска конструкции она действует полностью автономно. На соревнованиях по «Робосумо» лучшим становится тот, кто сможет первым вытеснить противника за пределы круга. Внимание! Парш! В нем участвуют команды из города Севастополь и команда из города Волгодонск. И будто все! У него должны быть габариты 15 на 15 сантиметров и вес не более 1 килограмма. Я сделал, ну мы сделали так, что у нас есть лопата и она из начального положения, она поднята вверх и тем самым то есть не выбирает за габариты. Он работает автономно. То есть мы заранее написали программу, по которой он как бы видит противника сам и сам едет на него и сам его спихивает. Наставник ребят, педагог по робототехнике Алексей Селиверстов считает, что достигнутый результат весьма неплохой. В целом по итогам участия в семи номинациях севастопольцы входят в ТУП-10 российских команд. При этом уровень соревнований с каждым годом растет. Для успеха недостаточно хорошего знания точных наук и базовых принципов создания роботов. Каждый раз конкурсантам нужно проявить смекалку и творческий подход, чтобы превзойти соперников. И вот если брать именно робосумо, почему я говорю, что там достаточно сложно победить, потому что это самое популярное соревнование, которое проводится уже много-много лет и регламент не меняется. То есть каждый год получается, что уже знаете как, должна была выработаться одна, скажем, конструкция, одна программа, которая бы всегда побеждала. Но нет, как показывает практика, то есть видите, в этом году и нам досужилось победить. С 2023 года робототехника станет обязательной составляющей Всероссийской Олимпиады школьников по технологии, высокие результаты в которой дает преимущество при поступлении в ВУЗы. Но начинать готовиться нужно заблаговременно. Малая Академия Наук приглашает учеников 6-8 классов, которым интересно это направление, на профильную смену в лагерь ЛАСПи, которая пройдет с 21 по 30 ноября. Для того, чтобы попасть на смену на направление робототехника, нужно написать тестирование. На тестирование ребята будут программировать робота, который им задан. Работа не сложная, но для этого нужно иметь базовые знания. Тестирование состоится 12-го числа в 15 часов. Каждый рабочий день с 15 до 17 часов мы принимаем заявление. Также заявление можно принести сразу на тестирование 12-го числа, но лучше сделать заранее, чтобы точно было компьютерное место. По итогам конкурсного отбора прокачать свои навыки создания роботов и войти в состав севастопольской команды по робототехнике смогут 10 ребят. Полина Галушка, Александр Устич, Севенформбюро. Севастополь разыграли кубок командующего Черноморским флотом по регби среди детей. Соревнования приурочили ко дню народного единства. 14 команд встретились на поле стадиона имени 200-летия Севастополя, чтобы определить, кто станет лучшим в этом сложном и захватывающем виде спорта. 5 ноября на стадионе имени 200-летия Севастополя прошел настоящий спортивный праздник. Территорию заполонили юные рэкбисты в стремлении доказать, что именно их команда самая лучшая. Несмотря на возраст участников, борьба разыгралась не детская. В соперничество вступили сразу 14 коллективов из разных школ и спортивных клубов нашего города. Правда, самым юным участникам приложили облегченный вариант этой довольно жесткой игры. Дети с 1 по 6 класс играют в тэк-рэкби, это бесконтактное рэкби, рэкби с ленточками, где, чтобы остановить человека, нужно не захватывать его, не валить, а просто сорвать ленточку. А более взрослые ребята, это уже 7-8 класс, уже будут играть в настоящее рэкби, в рэкби 7. Главная задача рэкбиста занести мяч в зачетное поле противника, за что команде присуждаются очки. В игре ребята пытаются остановить оппонента всеми возможными способами, но после судейского свистка они снова превращаются в добрых друзей, а не заклятых соперников. Тем не менее, попробовать свои силы против других команд всегда интересно, признаются юные спортсмены. А организовали этот активный праздник для них Центр туризма и краеведения Севастополя, спортивный клуб Черноморец и Черноморский флот. Уверен, что пройдут годы, может быть 20 лет, может быть меньше для кого-то, для кого-то больше. И вы будете с благодарностью вспоминать своего тренера, преподавателя физкультуры, значит, тех, кто учил вас, прививал вам активную жизненную позицию, активный образ жизни и учил вас дружить, любить и проводить проводить время вместе. Это не только развитие ловкости, силы, выносливости, это умение общаться в любом коллективе. Это уже третий турнир среди тевастопольских ребят, но в будущем организаторы хотят расширить географию участников. Тем более, наш город готов оказать гостям достойную конкуренцию. Очень понравились соревнования, было очень интересно, ну и подготовка заняла много времени к этим соревнованиям. По итогам соревнований третье место заняла команда «Орлы». Серебро досталось черноморцу, а главный трофей завоевал коллектив «Грифон». Кроме того, маленькими кубками и медалями наградили ребят, показавших лучшие результаты в ТЭК-регби. Екатерина Костинникова, Юрий Риутин, Севнформбюро. В Севастополе стало на два футбольных поля больше. Новые площадки появились на территории комплекса «Спартак Юниор». Торжественная церемония открытия состоялась 5 ноября. Здесь уже разыграли первый трофей Кубок главы Гагаринского муниципального округа по футболу среди детей 2013 и 2014 годов рождения. Это уже 16-й по счету районный турнир, организованный местной администрацией. 16 команд из Севастополя, Ялты и Симферополя боролись за Кубок главы Гагаринского района. Матчи проходили нервно и напряженно, хотя этим ребятам нет еще и 10 лет. С 2015 года Гагаринский муниципалитет совместно с депутатским корпусом проводит уже 16-й турнир для детей малой возрастной группы. Для нас это очень важное событие, потому что мы видим, что тренера, футбольные родители, футбольное сообщество с удовольствием едет и принимает участие в наших турнирах. К нам уже приезжают команды из Российской Федерации. Это для нас очень важно, потому что это помогает развитию и воспитанию наших детей. По правилам мини-футбола играют 5 на 5. В отличие от классической игры, здесь более простые правила. Не ограничено количество замен, нет офсайдов. Неизменно цель отправить мяч в ворота соперника. Родители переживают за происходящее на поле не меньше самих ребят, участников матчей. Юные спортсмены впервые опробовали два новых искусственных поля. Инфраструктура комплекса «Спартак-юниор» растет благодаря местному предпринимателю, заместителю председателя Федерации футбола Севастополя Николаю Данчину. Новые поля предназначены для занятий детей от 5 лет и старше. Причем играть здесь будут и начинающие футболисты, и любители, и ветераны. Благодаря таким меценатам, как Николай Валерьевич и Федерации футбола Севастополя и благодаря правительству Севастополя, которое много уделяет внимания футболу, в Севастополе футбол будет, традиции футбольные будут продолжаться. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь футболом, становитесь физически сильнее и душевно тоже сильнее. Всех с большим праздником, с футболом. Футбольные поля комплекса «Спартак-юниор» отличаются особым покрытием. Искусственный газон с резиновой кружкой позволяет тренироваться в любую погоду. Более того, такие площадки менее травматичны для игроков. Благодаря расширению футбольного комплекса процесс тренировок ускоряется, исчезают длительные паузы между играми. Здесь ребятам комфортно, ребята не боятся, родители тоже довольны в плане того, что минимизируются травмы от этих падений, различные ссадины, царапины. Самое главное это удовольствие получения от футбольных полей. Качество первого поля уже чуть-чуть хуже, но все равно на нем приятно играть. Новое поле четвертого или пятого поколения, но могу ошибаться, то есть все сделано по европейским системам, мы получаем удовольствие на этом турнире и на работе на этих полях. Ребятам очень нравится заниматься на новых футбольных газонах. Здесь они ощущают себя настоящими профессионалами. Андрей Номировский играет в футбол четыре года. В спорт решил прийти, чтобы побеждать. Сейчас он делает свои первые успехи в карьере футболиста в роли нападающего команды футбольной школы «Спартак-юниор». Потому что теперь можно и там играть, и там, и там. Новые поля потому. Но оно большое вообще здесь много таких. Занятия футболом воспитывают в ребенке чувство ответственности, нестандартное мышление и развивают практически все группы мышц. Вратарь детско-юношеского футбольного клуба «Севастополь» Артем Остапенко занимается футболом три года. Парень рассказал, на турнире надеется набраться опыта и усовершенствовать свои навыки. Я увидел, там команда была без вратаря. Я решил к ней пересоединиться, чтобы помочь, чтобы они не проигрывали. Надежда, что мы победим эту команду какую-то. Уже мы должны, наверное, пятая-шестая игра, мы должны хоть пятая занять. А то вчера такой позорный день был. И светлая, и грустная, мягучая, пылинная, родная моя русская земля. Открытие турнира и новых футбольных полей в Гагаринском районе прошло торжественно. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мастер-классы, конкурсы, концерт, аквагрим и шоу мыльных пузырей. Хотим, чтобы все это было во благо, чтобы всем все нравилось. Мы будем действительно развиваться. Еще будем крытый комплекс, планируем построить, дай бог, силы здоровья нам. Пожелать хочу сегодня футбол-праздник, чтобы было веселье. Завершился праздник футбола матчем взрослых команд-любителей, за которым с интересом наблюдали юные спортсмены. Жанна Тарасова, Юрий Реутин, Севинфорумбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинфорумбюро. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтс-дпс-тв.ком. Ждите новостей. До встречи в эфире телеканала НТС. Продолжение следует...